Знакомая тема, когда кто-то говорит, вот с нового года или вот с понедельника начинаю заниматься собой, буду бегать. Ну вот сегодня я тебя немножко окунул в курс дела. Хорошо, когда бренчат колеса в электричке, проносятся деревья, какие-то виды. Да, и в предвкушении того, что мы с тобой опять выезжаем за город на большой пробег. И вдвойне приятно, что этот сегодняшний пробег после практически пяти дней вынужденного бездействия. Да, немного я захворал, а сегодня еще перед выходом посмотрел классный ролик парней из небольшого городка Мидленд в Арканзасе. И понял какие-то свои ошибки, которые привели к этому заболеванию. Ну да ладно, подробности дальше, а сейчас вперед. Здесь пробежаться по набережной. И что? На льду смотри, что творится. Сколько рыбаков. Ну вот, сидят. Рыбку уйдят на морозе. В психологическом плане, конечно, приятнее ловить рыбку, чем наращивать пузо дома. Так, выйдем в хромке моря. Ты знаешь, что я увидел здесь? Лед вздыбился. Не знаю, как это называется. Может, это торос, и оно и есть. Но выглядит это, конечно, сильно. Ты знаешь, что и что-то там бухает и скрижищет. Так, что со мной и свершилось, скажешь. Ты знаешь, что? Нижний отдел позвоночника. Громко хлопнул ногой. И просто-напросто приковал меня к тапочкам. Ты знаешь, что? Сразу же вспомнил и про мышцы кора, и про гибкость, которая у нас должна быть, и про все остальное. Кстати, в интернете прочитал одну интересную статью в одном спортивном медицинском журнале. Найдешь. Называется «Профилактика асиохондроза позвоночника у легкоатлетов высокой квалификации». Ну и что ты думаешь? А вот такие штуки на берегу. Классная снежная баба. Самое интересное, что она сделана под какому-то своему дизайну. Правда здорово? Так, продолжу дальше. Когда мы убежим, возникают очень большие компрессионные нагрузки на межпозвоночные диски. Они накапливаются, происходят микротравмы. И это носит такой кумулятивный эффект. В определенный момент это все может вылезти очень серьезным образом. Поэтому надо выполнять определенные упражнения, которые смогут снивелировать вот эти разрушающие ударные нагрузки на межпозвоночные диски. И смогут поддерживать твое здоровье в нормальном виде. Ах, да, про Арканзас. Да, у меня у знакомого блогера в интернете есть целый месяц. Он записывал фильм о, наверное, четверти населения небольшого городка в Арканзасе. Народ чем славится, что у них очень на высоком уровне и спорт, и, в частности, бег. И вот я посмотрел в одном из роликов ну, какая-то такая разминка перед бегом. Да, вот такие упражнения ну, что-то в каком-то виде делаю. И я, ну, у них свои какие-то. Наверное, надо будет подобные упражнения применить и в мой комплекс. И ты знаешь, что, чем плохо получать травмы, если ты занимаешься спортом? Потому что, потому что состояние болезней, лекарств, лечения это не твое состояние. Для тебя оно чуждо. А, кроме всего прочего, ты вынужденно простаиваешь, не получаешь удовольствия. А это психологически еще более-более-более болезненно. Опа! Смотри, какая штука! Похожая у Экзюпери в его книге о маленьком принце. Вот что-то похоже на такого слона. Ну что, попробуем? Ой! Ой! Тяжело! Нет! Надо снять с перчатки. Ага. Да, все-таки да, бег бегом, но силу надо тренировать, и это точно. Все, бег по тропам, бег по тропам. Скажешь, как же выглядит лес зимний внутри? там, где он лес и там, где темно. Ну вот. Глухо, как в танке. Самое удивительное, не ожидал снег достаточно плотный сверху, и по нему вполне можно хорошо ступать и не проваливаться. ну вообще сказочная картинка, что ни говори. ну что, по такой классной тропке пробежим чуток? Давай. Класс. Ты знаешь, что? Да, конечно. Ты знаешь, что? Не я один. Видишь, здесь какие-то следочки есть, кто-то эту тропку пользует, потому что классно, потому что ух. Ну вот, вроде бы, и стоит завершать сегодняшний видеоподкаст. Пожелаю тебе, пусть у тебя мышцы кора будут такие твердые, как сталь, поддерживают твой позвоночник в нормальном состоянии и помогают тебе. Пусть у тебя суставы будут гибкие, как у хорошего гимнаста. Живи ярко. До следующей встречи. Пока-пока-пока. Пока-пока.